Энергоучет или энергоразвод? Таким вопросом задаются в эти дни многие жители областного центра. В почтовых ящиках они начали находить квитанции от организации, которая представляется подразделением Новгородэнерго. И весьма навязчиво указывает на необходимость поверки или вовсе замены счетчиков, что, разумеется, не бесплатно. Наталья Савицкая разбиралась в этой истории. Достаточно грозные уведомления о том, что надо провести поверку счетчика, новгородцам рассылает ООО «Энергоучет». Правда, об этом в листовке сообщается мелким шрифтом. Гораздо крупнее слова «Новгородэнерго». Но именно сотрудники новгородского филиала МРСК «Северо-Запада» удивились таким бумажкам больше всего. При элементарной проверке выясняется, их автор – иногородняя компания с регистрацией в Республике Карелия. В Россетях официально заявляют, к ним она отношения не имеет. Организаторы этой рассылки намеренно вводят людей в заблуждение, используя название нашей организации «Новгородэнерго». Поэтому мы настоятельно рекомендуем новгородцам очень внимательно и осторожно относиться к подобного рода объявлениям. «Новгородэнерго» как будто предписывает провести поверку счетчиков и даже угрожает начислением повышенной платы за электроэнергию, если прибор не соответствует классу точности. Мы, конечно, испугались и решили немедленно убедиться, что в наших электросчетах стоит то, что нужно. Здравствуйте. Вы обратились в «Новгородэнерго». Оставайтесь на линии, и вам ответит первый освободившийся специалист. А где мы сейчас? Ничего себе. У них даже многоканальный телефон работает. Судя по тому, что пришлось повисеть на проводе, клиент на листовке клюнул. В разговоре сотрудница липового «Новгородэнерго» выясняет у нас счетчик старого образца. Незамедлительно поступает предложение о покупке нового. Скажите, какой вы хотите поставить? Однотарифный или двухтарифный день и ночь? Однотарифный, наверное. Однотарифный по стоимости будет 1950 рублей. Сюда войдет новый счетчик и работа мастера. К Россетям новгородским вы как раз относитесь, да? Ну, Новгородэнерго, да. Занимаемся заменой электроприборов. Вроде и не соврали. Просто занимаются заменой электроприборов. Да и покупать счетчики, кажется, не заставляют. Цены, по сравнению с другими предложениями в интернете, скажем так, не дерут. Но в таком рекламировании услуг почему-то чувствуется подвох. Ведь большинство получателей уведомления уверены, что имеют дело не с частником, а компанией с госучастием. Если они используют чужое или по смыслу сходное название, то они это не имеют права. Здесь это уже хозяйствующий субъект, чье имя как бы используют, должен обратиться в полицию. В полицию Новгородский Новгородэнерго пока не подавал. Лишь напомнил абонентам ответственность за проделанные манипуляции. Со счетчиком без их ведома будет лежать на собственнике. Законной же замене прибора сопутствует целая процедура. Старый прибор учета нужно вывести из коммерческой эксплуатации. После установки нового обязательно осмотр специалистами электросетевой компании, пломбировка и затем регистрация прибора учета в сбытовой компании. В противном случае самовольная замена прибора учета без соответствующей процедуры оформления при первой контрольной проверке будет расцениваться как безучетное потребление ну и с начислением достаточно суровых штрафных санкций для потребителя. Поэтому будьте осторожны. Кстати, в интернете можно найти отзывы пострадавших от услуг одноименной компании в разных городах. Если сотрудники энергоучета уже меняли ваш счетчик и не посоветовали обратиться при этом в сетевую организацию, не откладывайте. Не забудьте в таком случае позвонить и в нашу редакцию. Наталья Савицкая, Андрей Константинов. Новости Новгородской областной телевизии. Субтитры создавал DimaTorzok